Привет, друзья! Вы на канале Саша Орлова & Коя. Как всегда, рада приветствовать вас. Сегодня мы собрались на природе. Не просто так, мы отметить хотим наступление. Первый день зимы, 1 декабря, с чем я вас торжественно поздравляю. Всем хочу сказать спасибо за вашу заботу, особенно тем, кто интересовался моим здоровьем, куда пропало и так далее. Ну, бывают такие времена, когда просто нет времени для видео. Обещаю исправиться. Находимся мы на даче, и у нас новшество появился за борт. Вот такой красавчик стоит. Забор-то простой, а калитка в нем не простая. Калитка автоматическая. Нажимаешь кнопочку, вот что я сейчас и сделал, и она автоматически открывается. Как вам? На даче у нас свой зоопарк, посмотрите. Из-за таких котиков, таких красивых котиков, антистресс. Знаете, поешьте. О, еще один пришел. А ты где был? Ну, вообще капец. Два рыжих, два черных. Вот эти два рыжих, это самцы. И черные тоже мужики. Одна вот кошечка, и мне кажется, что она скоро окатится. И ей ничего не достается, потому что эти козлы, блин, наглые, все сожрут. Кушай, киса. Это их мать, кстати. И куда ты лезешь, блин? Постыку наглую, а? Хруст такой стоит. Ой, напугалась маленькая. Он сейчас все у нее сожрет. Ты посмотри, все равно он встал к ней и ест у нее, все сжирает. Это ее дети. Вот так вот иметь могу детей. Все съедят нафиг. А вы, кстати, зимой помогаете братьям нашим меньшим? Во многих дворах живут коты. Вот кормите вы кошек? Подкармливаете? Собак опасно, кстати, подкармливать, потому что они потом сбиваются в стаи и мешают людям. Жень, это потом ты уже отрежешь. Птиц, кстати, кто-то подкармливает, знаю. Кто-то, вот, кстати, привет моим соседям. Вот я злюсь, честно, хочу подняться, узнать, кто же это делает. Сыпают прямо с балкона хлеб, крошки, и прямо стаи голубей слетаются под моим окном. Мне это надо, а я живу, ой, на первом этаже. Мне это очень не нравится. Как вы, кстати, относитесь к тому, чтобы кормить птиц, в частности, голубей? Я именно вот о голубях сейчас говорю. Про воробьев ничего против не имею. Если вкворечник там поставить, кормушку какую-то насыпать зерна, а под окнами это как-то уже не делали, в черте города тоже не приветствую. Со вчерашнего дня мы замариновали наше мясо, у нас свиные ребра. Сейчас я вам расскажу наш секретный соус-маринад. Значит, мы взяли соевый соус, добавили туда ложку меда, заранее посолили, поперчили, добавили красный острый перец и паприку. Все это перемешали, замариновали, оставили на ночь, получается песня. И да, еще добавили сухой чеснок, но можно и не сухой. Итак, наше мясо уже на мангале. Посмотрите, какое оно красивое. Промариновалось такой цвет, видно от соевого соуса. Камера, надеюсь, передает. Жалко, камера не передает запахи. У меня уже текут слюни. Хочу есть. Как раз к обеду, да? Обязательно напишите, а вы любите шашлыки зимой? Жарите? На природу выезжайте? Конечно, экстремально. Главное, тепло одеться и взять с собой перчатки. А сейчас лайфхак от Евгения будет. Жень, давай, расскажи, что ты будешь делать? Что ты сейчас делаешь? Многие поливают, когда появляется плаве под мясом, поливают водой. Тем самым смывая весь соус и всю нашу вкусноту, она уходит. Чтобы этого не делать? Чтобы этого не сделать, покажу вам способ. Берете крупную соль, только обязательно крупную. И вот на огонь, покажите. Да, да, да. На огонь посыпали? Все, его больше не будет. Честно, слышу об этом первый раз. И никакой воды не надо, ничего. Информация. Крупная соль, все. Класс вообще. Вот видите, все, нет огня. Огня нет. Есть только жар, да? Да. Пожалуйста, пользуйтесь. Спасибо. Настал момент дегустации, не терпится попробовать, что же у нас получилось. Маринад божественный. Съем советую. Еще я с собой взяла такой соус. Люблю, пасту солью. Достаточно соленый, правда? Он ходит, что прям. С ним. Ммм, вкусно. Ну все, дайте поесть. Приятного аппетита у меня. Удачи, вкусите еще. На этом мы с вами не прощаемся. Мы говорим вам до новых встреч. Конечно же, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. И да, жду ваших комментариев. И обещаю встречаться с вами чаще. Надолго больше пропадать не будем. Пока-пока.